Hello, pupils! The theme of the lesson for today is activities. Today we will learn new words activities and complete the sentences with like and likes. Тема сегодняшнего урока – виды деятельности. Мы будем учить новые слова про виды деятельности, а также составлять предложения с использованием слов like, likes. But at first let's learn new words – activities. Но сначала давайте выучим новые слова про виды деятельности. Repeat after me. Повторяйте за мной. Jog – jog – jog Read comics – read comics – read comics Go to the gym Go to the gym Go to the gym Plant flowers Plant flowers Plant flowers Watch TV Watch TV Watch TV Watch TV Go shopping Go shopping Go shopping Бегать трусцой Читать комиксы Ходить в гимнастический зал Сажать цветы Смотреть телевизор Ходить по магазинам Действительно, есть очень много разных видов деятельности. Некоторые нам нравятся, некоторые не нравятся. Если мы говорим о том, что нам что-то нравится, мы употребляем глагол like с местоимениями I, you, we, they. С местоимениями he, she мы говорим likes. Если что-то нам не нравится, мы говорим don't like с местоимениями I, you, we, they, или doesn't like с местоимениями he и she. Кроме того, есть такое правило, что если мы используем глагол like или его форму likes, то к глаголам добавляется инговое окончание. Окончание I, N, G. Инг. Сейчас я предлагаю вам потренироваться со следующими предложениями. Ей нравится ходить в гимнастический зал. Глагол выбираем like или likes. Правильно, likes, так как здесь местоимение she. Обратите внимание, глаголу go добавляется инговое окончание. She likes going to the gym. Ей нравится сажать цветы. Глагол likes с местоимением she и глаголу plant добавляется инговое окончание. She likes planting flowers. Они любят бегать трусцой. Используем глагол like, так как местоимение they, и глаголу добавляется инговое окончание. They like jogging. Ему нравится читать комиксы. Местоимение he, поэтому глагол likes. Глаголу read добавлено инговое окончание. He likes reading comics. Ей нравится ходить по магазинам. Мы помним, что с местоимением she используется глагол likes. И не забываем, что глаголу go добавляется инговое окончание. She likes going shopping. Им нравится смотреть телевизор. С местоимением they используем like, глаголу добавляем инговое окончание. They like watching TV. So, today's the lesson we learned the vocabulary about the activities. Сегодня на уроке мы с вами учили слова о видах деятельности. Кроме того, мы с вами говорили о глаголе like, который мы используем, если нам что-то нравится. Like и его форма likes. И говорили, что глаголом добавляется инговое окончание. And now about your formative task. Ваше формативное учебное задание. It will be on the live worksheet. Оно будет на живой страничке. Ссылку на это задание вы получите в нашей группе WhatsApp. Переходите по ссылочке. И у вас открывается живая страничка. At first you should type your name and surname. Вначале вы должны написать ваше имя и фамилия. Exercise number one. Look at the pictures. Choose the appropriate word. Посмотреть на картинку и выбрать подходящее слово. Нажимаете на стрелочку. У вас два варианта ответа. Read comics. Plant flowers. Так как на картинке мальчик читает комиксы, выбираете Read comics. И выполняете таким образом все задание. Exercise number two. Read the sentences and write the ending. Прочитать предложение и дописать окончание инг. То есть инговое окончание у глаголов. Таким образом мы с вами повторим правило, что с глаголом like и его формой likes к смысловым глаголам добавляется инговое окончание. And exercise number three. Read the sentences and choose like or likes. Здесь вам нужно прочитать предложение и выбрать like или likes. Помним, что с местоимениями she, he используется likes, с местоимениями they используется like. Выполняете также упражнение до конца. И не забудьте сделать скриншот всей своей работы, не только баллов, и прислать его учителю в личные сообщения в WhatsApp. То есть присылаете вы его мне. Нажимаете Finish. Check my answers. И у вас здесь появляются баллы. Ребята, очень важно сделать скриншот всей работы, так как если у вас будут ошибки, то я вам объясню, в чем ваши ошибки заключались. And now I wish you good luck. Желаю вам удачи. And goodbye. Bye.